Почему в пустынях днем жарко, а ночью холодно? В пустыне это места с максимальными перепадами температур в течение суток. Там где днем стоит испепеляющий зной, ночью хочется укутаться в пуховик. Привет, меня зовут Евгений, это проект популярная география на канале Вселенная Beautiful World. В любой природной зоне температура главным образом определяется балансом проходящего излучения Солнца и уходящего теплового излучения поверхности. Однако есть один важный фактор – особенности общей циркуляции атмосферы, то есть процессов перемещения воздушных масс и связанных с ними полей атмосферного давления. В первую очередь циклонов и антициклонов. Самые большие пустыни мира располагаются в регионах, где преобладают антициклоны, то есть области с повышенным атмосферным давлением. Нисходящее движение не дает воздуху подняться до уровня конденсации, за счет чего облаков в таких районах практически не бывает. Следовательно, днем солнечному излучению ничего не мешает достичь Земли и нагреть ее до рекордных значений. Так, в пустыне Сахара днем вполне обычно считается температура выше 37 градусов по Цельсию. Для сравнения, в Москве абсолютный максимум составляет всего плюс 38 градусов по Цельсию. Ночью эффект безоблачного неба работает в обратном направлении. Ничто не задерживает тепло, и оно беспрепятственно уходит в космос в виде теплового излучения поверхности. Но это еще не все. На суточные перепады температуры влияет и материал, которым покрыта пустыня. В основном это песок, а он быстро нагревается и также быстро остывает. Его теплоемкость оценивается в 800 кДж, что примерно в 5 раз меньше, чем теплопроводность воды. То есть, песок нагревается и остывает в 5 раз быстрее воды. Представьте, если бы человек скипятил чайник, а вода в нем остыла, допустим, не за 3 часа, а всего за 30 минут. И еще одной особенностью песка является его низкая способность проводить тепло. Поэтому солнце прогревает только верхние слои. Да, не все пустыни покрыты исключительно песком. Есть пустыни каменистые. Например, Мохаве и Овайхи в Северной Америке. Есть солончаковые. К примеру, Большая Соленая и Дештелут в Иране. Вот только щебень и галька обладают такими же свойствами. Итак, за счет сильного солнечного излучения и отсутствия облаков, днем поверхность пустыни нагревается быстро, но также быстро и остывает. В некоторых предгорных районах почва в темное время суток может даже промерзать. Все потому, что прогрев не распространяется глубоко в почву, а ночью в пустыне нет источника тепла. Облака способны замедлить охлаждением, но, как говорилось ранее, в пустыне они бывают крайне редко. На этом все. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Впереди много интересного. А я вам говорю до новой встречи на проекте «Популярная география». Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!